Так звучит отрывок из пьесы клоуны Дмитрия Кабалевского, советского композитора и педагога. Его имя носит Орловская школа искусств. Весной в учреждении открылся музей, посвященный композитору, а накануне кабинет номер 35 получил свою официальную регистрацию. Наш музей теперь существует абсолютно официально. Он внесен в российский реестр школьных музеев. Поздравить школу искусств с этим событием прибыл особый гость – дочь композитора Мария Кабалевская. Она, можно сказать, спонсор школьного музея и сегодня приехала не с пустыми руками. Моего отца его отец учил рисовать. Для чего? Для точности движений. И это просто перерисовано, конечно, с какой-то картинки, но это вот, собственно, рука его. Также музей пополнился кружкой с рабочего стола Кабалевского, линейкой, треугольником, которым расчерчивались нотные записи, и даже теннисными ракетками. Детский композитор находил время для спорта. Они играли в настольный теннис с борту. И когда проигравший лез под столом кукарекал, у меня есть фотография, значит, папа сидит под столом, ну, кажется, я просто знаю, что он при этом кукарекает. Мария Кабалевская обещает, музей продолжит пополняться новыми экспонатами. Есть письма, есть дневники, есть документы интересные. В архивах интересно сидеть, смотреть массово, всего интересного находишь. Музейное мероприятие удачно влилось в педагогическую неделю, которую организовала Орловская школа искусств. Сегодня в стенах учреждения состоялся совет директоров школ. Поделиться опытом и знаниями собрались и орловские руководители, и творческие представители из других регионов. Приехали из Перми и однофамильцы нашей школы искусств. Моя цель, конечно же, это наладить сотрудничество с школой имени Кабалевского города Орла, потому что я считаю, что память о Дмитрии Борисовиче необходимо сохранять. И он действительно был таким человеком, который сделан столько для доп. образования, для развития детей, сколько не сделал никто. В следующем году исполняется 120 лет со дня рождения Дмитрия Кабалевского. У Пермской школы уже есть планы, как отпраздновать это событие с привлечением нашей школы искусств. Ирина Титова, Илья Афоничкин, телеканал Первый областной.